Глава Роснефти Игорь Сечин дал большое интервью нашему каналу. Рассказал о новых перспективных сделках для России на рынке энергоресурсов. А еще о том, почему Роснефть призывает снижать налоги для нефтяников. И какой прогноз дает на цену черного золота. Самые интересные моменты интервью в материале нашего корреспондента Арсения Молчанова. Приватизация Роснефти на биржевой площадке малоэффективна. Такой объем акций рынок не переварит. И не исключено, что торги будут сорваны. Так считает глава нефтяной компании Игорь Сечин. Он уверен, продавать госпакет в 19,5% нужно стратегическому инвестору. Какому именно должен решить главный акционер. То есть правительство, владеющее бумагами через Роснефтегаз. Такой инвестор должен иметь соответствующую квалификацию. Не иметь рисков предъявления претензий. И обеспечивать синергию в работе с компанией. Думаю, что это правильно было. Но в любом случае возникнет вопрос оценки. А здесь коридор есть. От 56 миллиардов долларов в текущих котировках до 130 даже. Исходя из фундаментальной стоимости компании. Тему приватизации Роснефти поднимали на Петербургском экономическом форуме. Министр финансов Антон Силанов даже обмолвился о сроках. Шансы продать актив уже в этом году он оценил как высокие. Впрочем, это пока планы. Там же, в северной столице, компания подписала соглашение на 45 миллиардов долларов. Это безусловно выходит за рамки тех расчетов, которые были сделаны организаторами форума. Я слышал, они назвали цифру где-то в пределах триллиона, чуть выше триллиона рублей. Только наша компания обеспечила новые, вот этими документами обеспечила развитие новых проектов до трех триллионов рублей. Среди ключевых соглашений – контракты с российскими регионами. Это и проекты по распределению нефтепродуктов, и строительству морской спецтехники, и даже локализация морского вертолета совместно с Ростехом. Все это в рамках программы импортозамещения. Но кроме внутрироссийских соглашений были подписаны контракты с иностранными инвесторами и партнерами. В первую очередь с Индией. Недавно они стали основными совладельцами ванкорского месторождения. Оил Индия, Индиан Оил и Бхарат Петр Ресорсес выкупили в проекте 38,5% акций. Ожидается, что еще 11% в скором выкупит ОНГС. А сама Ростнефть готовится к покупке НПЗ в Индии. Закрыть сделку планируют в октябре. Наше совместное намерение – это реализовать замысел, озвученный президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным и премьер-министром Индии, господином Моди, о создании энергомоста между нашими странами, который будет носить интегральный характер с участием в добыче, в транспортных проектах, в переработке нефтепродуктов распределения на территории растущих рынков, в частности, в Индии. Еще одно крупное соглашение Ростнефть подписала с Вьетнамом. До 2040 года компания поставит Петровьетнам 96 миллионов тонн нефти, в текущих ценах 36 миллиардов долларов. Потребление сырья с каждым годом растет и в Индонезии, но там Ростнефть инвестирует в переработку углеводородов, построит за 13 миллиардов долларов современный НПЗ. Все это – дополнительный вклад в расширение присутствия на рынках Азиатско-Тихоокенского региона. В прошлом году компания нарастила поставки в этом направлении почти на 20% до 40 миллионов тонн. На повестке – расширение географии и в Южной Америке. В июле Ростнефть должна создать совместное предприятие по добыче газа в Венесуэле. Арсений Молчанов, Наиля Скирзаде, Вести.